Послушай, у меня есть информация, что в компьютерном кабинете тюремных производственных помещений могут быть спрятаны наркотики, телефоны и табак. Хочешь, мы проверим? После корпуса G1, тогда мы пойдем туда и все там обыщем. Ладно. Если эта информация верна, то там могут быть обнаружены запрещенные вещи на сумму до 20 тысяч долларов. Никому об этом не говорить. Послушай, Карди, вот что мы сделаем. Их цель – тюремное мебельное производство. Фабрика на другом конце тюрьмы. И времени ждет. В тюрьме новости о перемещении полицейских распространяются быстро. А это может дать заключенным время переместить тайник. Или подготовиться к его защите. Посмотрите сюда, идите все сюда. Вот что мы сделаем. Мы обойдем с другой стороны. Вы пройдете по общей территории, проверите вентиляцию и все такое. Когда мы выйдем оттуда, мы возвращаемся назад. Ясно? Ясно. Мы пойдем к производственным помещениям обычным шагом. Вы знаете этих ребят. Вы понимаете, что это будет серьезный обыск. Теперь смотрите. Есть слухи, что они будут драться за тайник. У нас есть перцовые баллончики, есть перцовые пистолеты. Если кто-то из них решит сражаться за те вещи, мы будем делать то, что должны делать. Главное – смотрите за заключенными. Смотрите, чем они заняты. Мы постараемся застать их врасплох. Надеюсь, получится. Пойдем туда. Мы надеемся там что-нибудь найти. Мы тратим слишком много времени. Нам надо идти туда и делать свое дело. В федеральной тюрьме Смит лейтенант Джейби Дэвис получил наводку, что на тюремной фабрике спрятаны мобильные телефоны и наркотики. Я. Теперь команда пытается пробраться внутрь, не упустив своей цели. За привороты между корпусом Е и Ф. И если их маневр разгадают, то тайник могут перенести в другое место. Остановите вон того! Быстро идите в компьютерный кабинет. Покажите ему компьютерный кабинет. Идите туда все быстро. Команда входит внутрь. Кажется, они все-таки всех удивили своим появлением. Стоять! У кого-нибудь при себе еще есть лезвие? Посмотрите на эти лезвия здесь. Если мы найдем одно такое у вас, когда будем вас обыскивать, если мы найдем такое при вас, то будут проблемы. Если у вас при себе сейчас есть лезвие, покажите. Ладно, начинайте обыскивать их. Нет, нет, стой там. Положи руки на голову. Я просто тебя обыщу. Расставь ноги шире. В первые минуты обыска появляется первая находка. Что в этих мешочках? Что там? Табак. Внутри лежат таблетки и табак. Поверьте мне, здесь есть гораздо больше, чем это. Просто они нашли хорошее укрытие. Хорошие места для тайников. Здесь гораздо больше. Эти ребята, которые работают под моим началом, они терпеть не могут, когда во время обыска не удается ничего найти. Попробуйте думать, как заключенный. Куда бы я это положил? Вот в чем дело. А вот это уже получше. Полицейские находят самодельное оружие и кое-какие украденные предметы, которые могут использоваться для тайника. Что там? Осторожно, не упади. Что там такое? Если бы вы были заключенным, что бы вы с этим сделали? Это герметик для шуток. Вы делаете дыру в стене, потом берете герметик, покрываете сверху и разравниваете. Но, несмотря на эти небольшие находки, главный тайник запрещенных товаров остается скрытым. Можете найти что-нибудь еще? После того, как фабрика полностью прочесана, пришло время сдаваться. Подойдите сюда. Только честно. Вы довольны тем, что мы нашли? Нет. Там где-то есть телефоны. Мне стыдно. Стыдно не за вас. Вы хорошо потрудились. Мне стыдно, потому что я чувствую, что заключенные... Вот сейчас рядом с нами стоял заключенный, он смотрел на нас и словно говорил, ха-ха, знал, что они это не найдут. Понимаете? Вот почему мне стыдно. Хочу стереть улыбку с его морды. Кто-то из заключенных смеялся или улыбался? Я хочу стереть улыбку с их лиц. Надеюсь, вы тоже. Вы поняли? Да. За дело. Дэвис и его команда, возможно, зашли в тупик. Но в 30 километрах к западу готовится еще одна новость о контрабанде. Итак, что будем делать? У нас будет небольшое совещание на тему наблюдательной операции, которую мы сегодня вечером готовим. На конфискованный телефон пришло текстовое сообщение, давшее следователю Джону Муру намек на возможный сброс запрещенных предметов. Надеюсь, что сегодня вечером, благодаря наблюдению, мы сможем арестовать того, кто привезет запрещенные предметы в нашу тюрьму и перебросит их через забор. Мур готовит свою команду следователей и офицеров полиции к длительному наблюдению. Нам будут нужны рации. Когда все начнет происходить, давайте удостоверимся, что нас достаточное количество. Сегодняшняя цель — колонии усиленного режима неподалеку, где у заключенных больше свободы передвижения. Их подвижность делает это место идеальной точкой для попадания незаконных вещей в тюремную систему. У нас с собой будет огнестрельное оружие. Безопасность превыше всего. Всё, погнали. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь найти. Ладно, ребята, всем спасибо. У нас есть заключённые, которые работают на этой территории. Кто-то стрижёт траву, кто-то помогает по хозяйству. Это даёт им возможность легко подобрать вещи и пронести их в тюрьму через задние ворота или как-то ещё. Так что мы встаём на позиции. Думаю, все уже на своих местах. Располагаемся и ждём. Так и будем действовать. Ладно. Большая часть таких вылазок оканчивается ничем. Ну, что там? Но сегодня проходит немного времени, и рации начинают работать. Там внизу на дороге видели Nissan Altima. Машина поехала мимо тюрьмы, но развернулась. Я не знаю, высадили ли кого-то в поле или нет, но они должны были повернуть на этой улице. Здесь что-то есть, что-то есть. Что-то здесь не так. Подожди, подожди. Думаю, мы что-то обнаружили. Команда останавливает машину, которая привлекла внимание Мура. Водитель кружил вокруг тюрьмы. Мэм, вы только что проехали там и повернули сюда? Нет, нет. Я... Я расскажу вам правду. Завтра я еду в тюрьму кое-кого навестить, и я пыталась понять, куда мне надо ехать. Куда именно мне надо ехать? Ясно, послушайте. Я сержант Филлипс, офис шерифа округа Тэттен. Проверь с той стороны. Я думаю, она кого-то высадила или что-то скинула. Она ехала с кем-то. Да, она была там, далеко сзади нас. Он сейчас там. Ты где был? Я пойду назад. Приведи собак. Я представлюсь вам. Вы даете мне разрешение осмотреть вашу машину? Да, сэр. Вы согласны на досмотр вашей машины? Да, сэр. Ладно, стойте там. Джон, можешь последить? Дэн, можешь последить? Мэм, можно взять ваш мобильный? Вы не против, если я взгляну на него? Вы общались с кем-то по телефону в последнее время? Женщина призналась, что подвезла соучастника до тюрьмы и высадила его неподалеку. У него с собой были запрещенные в тюрьме вещи. Где вы его высадили? Вон там где-то. Но у меня есть вопрос. Я ведь не окажусь в тюрьме, да? Пока нам нужно найти его. Он на территории тюрьмы. Что у него с собой было? Поиск продолжается. Здесь у нас машина. Я пойду помочь Милтону. Свяжись с кинологами. 911 свяжется с кинологами. У нас есть подозреваемая. Она остановилась, высадила кого-то в кукурузном поле или в поле рядом с ремонтной мастерской. Нам нужно попасть на это кукурузное поле, потому что этот человек собирается перебросить через забор к контрабанду. Спасибо, мэм. За пределами федеральной тюрьмы Роджерс следователи идут по горячим следам организации незаконного проникновения телефона в тюрьму. И они только что остановили подозреваемого в этом водителя. Сколько денег вы получили за это? Я не получал денег. Но вы же привезли его сюда не просто, чтобы помочь. Вы что, влюблены в него? Он ваш друг? Я спрашиваю, потому что просто так вы сюда не приедете на вашем прекрасном аккорде. Я говорю вам, он сказал, что даст мне денег на бензин. Он велел высадить его здесь и ехать дальше. Просто ехать. Я сказал, ладно, я возвращаюсь в Атланту. Этот человек, которого вы высадили, что у него было в руках? Спортивная сумка? Что? Нет, у него был черный пакет, а не сумка. Ясно. Это все, что я знаю. Я спросил у него, что там лежит. Так. Меня посадят в тюрьму? Сначала нам надо его найти. Это поможет вам в дальнейшем. Проносить мобильные телефоны в тюрьму является в штате Джорджия преступлением, которое может караться заключением до пяти лет. Это для моей и для вашей безопасности. Женщину арестовывают, а команда идет дальше, чтобы найти ее сообщника. Густые заросли. Он будет лежать где-то здесь. Он может пролежать здесь всю ночь. Поля вокруг тюрьмы – это отличное укрытие, так как их очень трудно прочесывать. Но сегодня настойчивость окупается. Поступает звонок. У меня здесь задержанный. Ориентир 158. Как поняли меня? Вас понял. Пойдем. Пойдем. Он взял его. Сержант Филлипс из управления шерифа округа Тэтнелл, как мы считаем, обнаружил подозреваемого. Мы сейчас направляемся к нему. Надеемся, это успешное задержание. Подозреваемого арестовали. Его поймали, когда он выходил из леса, после того, как перебросил мешок с запрещенным товаром через внешний забор тюрьмы. Этот мешок должен быть где-то около мастерской по ремонту моторов. Сегодня команда следователя одержала очередную победу. Осталось только поймать заключенного, когда он заберет этот мешок. Желание получать запрещенные товары не угаснет никогда. Это власть. Финансовая прибыль. Финансовая прибыль. Финансовая прибыль.